А верхнюю границу по биткоину в ближайшее время Виливу установил на 56 тысячах долларов. Суммарный торговый объем на децентрализованных площадках превысил 53 миллиарда долларов, и большую его часть на двоих дали именно Юнисвоп и Сушисвоп. Разработчики кардана прекратят свое участие в работе сети в качестве валидаторов. Рад приветствовать на канале Коинпост. Биткоин по 36 тысяч долларов, а цена эфириум держится выше полутора. Хороший и главное многообещающий рост, вслед за которым должны потянуться остальные альткоины. Вопрос лишь в том, какие именно. Сегодня я предлагаю разобрать подборку из топ 7 альткоинов, которые подготовили авторы канала Альткоин Дейли, который на сегодня самый популярный и быстро растущий в английском ютубе. Мы разберем сейчас 7 монет. Оригинальный ролик называется ТОП 6 альткоинов на февраль, но там есть седьмой бонусный, поэтому смотрите это видео полностью. К тому же я добавлю свои комментарии и подписывайтесь на наш канал в Телеграм по ссылке в описании, где мы оперативно сообщаем о самых важных движениях цен в мире криптовалют. Мы начинаем. На рынке настоящий бум, и это лучшее время, чтобы заработать на крипте. За советами загляните на ютуб канал криптотрейдера Владислава Стэшенко. Он успешно инвестирует в криптовалюту больше 6 лет и бесплатно обучает этому своих партнеров. Владислав регулярно дает иксовые рекомендации, которым доверяют более 57 тысяч подписчиков. Например, на монете ЗИЛ он увеличил прибыль в 5 раз, кардана – в 4 раза, а монета Риппл уже показала рост в 3 раза. Сейчас на канале Стэшенко идет очередной конкурс. Два зрителя, которые угадают курс биткоина на указанный момент времени, получат по 100 долларов. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под последним роликом и выигрывайте. Ссылка в описании. Первые две криптовалюты в рейтинге на февраль от Altcoin Daily – это биткоин и эфириум. С одной стороны очевидно, с другой – совершенно неожиданно. Хотя бы потому, что биткоин не является альткоином. По классике, альткоины – это все другие криптовалюты, кроме биткоина. Но не буду придираться к словам. Подтверждение дальнейшего роста биткоина они приводят увеличение его популярности на Reddit. На специальный платформ уже подписано 2 миллиона и 200 тысяч человек. А также был поставлен новый рекорд подписки – 100 тысяч новых пользователей всего за сутки. Также аналитики на Glassnode утверждают, что метрики сети биткоина находятся на рекордных максимумах. И на их основании аналитик Вилли Ву дал свой прогноз, назвав 29 тысяч долларов нижней возможной точкой для биткоина. Как вы знаете, все просадки ниже 30 тысяч долларов активно выкупаются. А верхнюю границу по биткоину в ближайшее время Вилли Ву установил на 56 тысячах долларов. Много обещающий прогноз. Буду рад, если он исполнится. Но добавлю немного от себя. Ведь несмотря на текущий рост в моменте почти до 37 тысяч, по биткоину пока сохраняется возможность коррекции. Ее нижняя точка может быть ниже 30 тысяч долларов. А для отмены такого сценария следует пробивать два сопротивления. Сначала на 38 и затем на 40 тысяч долларов. Монета на февраль номер 2 – это эфириум. Главным аргументом в пользу топ-2 криптовалюты по капитализации названо обновление максимумов на месячном графике. После того, как подобное сделал биткоин, в ноябре прошлого года случился параболический рост 14 до 40 тысяч долларов. Не исключено, что теперь пришла очередь эфириум. И напомню уже от себя, что 8 февраля будут запущены фьючерсы на CME. О том, как на фоне этой новости цена может в ближайшее время дойти до 2 тысяч долларов, рассказывал в недавнем видео. Сегодня курс уже достиг полутора тысяч долларов, и это первый сигнал, который указывает на возможность реализации такого сценария. Биткоин и эфириум – флагманы криптомира, но дальше в этой подборке менее известные монеты, а они, как правило, дают в разы большую прибыль. На третьем и четвертом месте оказались токены децентрализованных криптовалютных бирж Uniswap и SushiSwap. Согласно данным за январь, суммарный торговый объем на децентрализованных площадках превысил 53 миллиарда долларов, и большую его часть на двоих дали именно Uniswap и SushiSwap. Кроме того, авторы Altcoin Daily советуют посмотреть на стоимость токенов обеих бирж. По ним сейчас явный восходящий тренд. Монета Uni вообще находится в топ-15 криптовалют по капитализации, а у токена Sushi пока только 27-я позиция на CoinMarketCap. Но тренд тоже смотрит строго вверх. Продолжение роста обоих альткоинов ожидается на фоне увеличения спроса на децентрализованные биржи. История с акциями GameStop и брокером Robinhood, думаю, вам известно. Централизованная площадка в любой момент может ограничить своих пользователей в собственных интересах. И вот вам первые звоночки. На криптобирже BitMEX с 16 января будет невозможно открыть позицию по цене выше или ниже рыночной на 5% и более. И еще один важный момент. Обе монеты, Uni и Sushi, относятся к сектору децентрализованных финансов, по которому продолжается подъем. Общее количество заблокированных средств вплотную приблизилось к 30 миллиардам долларов. Нам осталось обсудить еще три альткоина, но лайк в поддержку канала можно ставить уже сейчас. Кстати, чем больше лайков, тем больше просмотров. И как следствие, больше рост по этим монетам. Кто ждет иксы, жмите лайк. На пятом месте Injective Protocol. Они строят децентрализованный рынок, который откроет доступ к торговле любыми активами в любое время. Естественно, на такой актив должен быть спрос. В свете нарастающей волны возмущения против централизованных площадок. Спасибо, RobinGood. А как показывает график CoinMarketCap, тренд по этому альткоину тоже смотрит исключительно вверх. Правда, тут я должен сделать многозначительное... Хмм... Injective Protocol только на 100-13 месте на CoinMarketCap. Вроде как хорошо. Будет больше иксов. Но с другой стороны, похоже на скрытую рекламу. Если бы у меня спросили, какой проект из децентрализованных финансов открывает доступ к другим рынкам, я бы назвал Synthetix. На сегодня он входит в топ-25 криптовалют и цена продолжает расти. Хотя, возможно, кого-то напугает то, что рост практически вертикальный. Это может намекать на максимум курса. Но где этот самый максимум, на самом деле никто не знает. А шестым альткоином на февраль стал Cardano. Представлять эту монету отдельно не имеет смысла. Она прочно обосновалась в топе. И менее чем через 60 дней станет полностью децентрализованной. Речь о том, что разработчики Cardano прекратят свое участие в работе сети в качестве валидаторов. Такое событие вполне может стать причиной для дальнейшего роста. Остался еще один альткоин. Если хочешь, чтобы подобные подборки перспективных монет появлялись на канале как можно чаще, подписывайся прямо сейчас и включай оповещение. Если активность будет большой, я не только буду разбирать идеи других авторов, но и вернусь к практике составления собственных подборок. На седьмом бонусном месте, а у нас уже получается на восьмом, оказался проект Космос, он же Атом. На канале недавно выходил обзор и прогноз по монете полка Дот, которая представляет из себя целую экосистему взаимодействующих между собой блокчейнов. Кто пропустил, ссылка есть в описании и в подсказках. А проект Космос фактически делает то же самое. Они создают движок, на котором каждый может запустить собственный блокчейн и площадку для их взаимодействия между собой. Принцип работы там отличается, но сама идея сейчас очень востребована, и многие считают, что именно так будет выглядеть интернет будущего. В феврале Космос ждет важное обновление в виде запуска протокола для взаимодействия блокчейнов, построенных на его движке. В их экосистему входит уже 143 проекта, и скоро они смогут полноценно работать друг с другом. Это важный шаг, который может помочь цене продолжить рост, и токен войдет в топ-20 или даже топ-15 по капитализации. На данный момент он удерживает 25-ю строчку на CoinMarketCap, а цена недавно обновила собственный максимум. Вот такая подборка криптовалют на февраль. Какие из них оправдают наши ожидания, увидим через месяц. Напишите про своих фаворитов крипторынка в комментариях и поделитесь этим видео с друзьями, пусть и они узнают о перспективных монетах. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok